Суть в том, что вы показываете ребенку вот в таком виде эту пирамидку и спрашиваете, от сколько в ней треугольников и из какого количества треугольников она состоит. Нам нужно построить равносторонний треугольник на таком же листке. Берем сторону, сколько здесь у нас Рушана рекомендовала, 12. Вот отмеряем, 12 сантиметров, нам надо разделить на 2, чтобы построить перпендикуляр. Все как у детей, линейка позволяет здесь вот ровненько приложить, ну вот, что-то 12, да, надо, 12, так, секундочку. Где я отметила середину, и сама нужно сначала чуть-чуть, ну и так все просто, чуть-чуть сделать, чтобы он был точный перпендикуляр, да, а потом его уже померить, а то можно ошибиться. 12, и вот так, а представьте, как это труднодетен, боже. Так, вспомогательный перпендикуляр, и значит, здесь вообще не надо было, конечно, ничего мерить, это так и просто мерить надо, вот здесь будет от единицы до перпендикуляра должно быть 10-12, вот так. Боже, ты мой, как это трудно, 12. С непривычки это узнать, как трудно, вот, и здесь там же, здесь вот такую вершинку здесь хорошо сделать пересечение, так, и здесь тоже, чтобы она пересекла сюда, ставим вот эту точку единичку. Видимо, все равно ровно не получается прям идеально, ну, что-то тут, да, теперь нужно вот эти стороны тоже разделить, найти в них серединку, 6, да, здесь серединка у нас уже найдена, то есть вот серединка, вот серединка, и вот серединка, и построить внутри, уже это, ну, чуть-чуть проще, треугольник, так, треугольник, сейчас в математике не скажу, зачем мерила, перпендикуляр, запутала детей, я не буду переписывать, но вот так, мерила, перпендикуляр, здорово, так, и здесь, что-то, видите, кривенько, так, как отметила, ну, давайте где-то, где-то в серединке. Сделаем вот так, ну, вообще, все криво, все криво не получилось, так, двойка тебе, Китин Джон, так, вот, получилось, получилось, с пятого раза, так, теперь, не перепутать, которые из них правильные, которые будут пересекаться, а ну, давайте я померю здесь, точно ли у меня, ну, и чертежник из меня, отбыл, а правда карандаш, нет, у меня здесь вот, видите, наверное, чуть-чуть я промазала по линейке, потому что вот, начало, вот оно не 12, а почти 12,5 сторона, из-за этого нифига не получилось, а здесь, ну, и здесь, кстати, а здесь, наверное, ровно, поэтому он у меня вообще не ровно, нет, слушайте, 12,5, ну, надо же, вот так странный глаз, делала 12, получилось 12,5, половиной, и вот, как раз эти половинки не совпали у меня, видите, а здесь я смотрела тоже где-то на глаз, ну-ка, сейчас, получается, 12,3 где-то были, 6,3, ну, что есть, то есть, вырезала, все, потом эксперимента, смотрим, что у нас там сойдет, сойдет, все, понимаете, если я буду все время вычищать и делать идеально, то я буду похожа на математика, а я вообще математика, не математика, а совсем, вот, смотрите, мне нравится, вот такой треугольчик, и вот, когда мы складываем, вот так его складываем, вот так, вот так, и вот так, то получается тот самый красивый такой тюльпанчик объемный, и весь этот сыр-бор, Рушан Смирнова мне показала этот красивый фокус, ну, для меня прям фокус, знаете, наверное, можно больше лепесточков сделать, и будет уже не пирамидка такая, не призмачка, а будет, правда, тюльпанчик, сейчас еще загнуть там красиво или сюда вот сделать, ну, как-то тоненько, но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что вы показываете вот ребенку вот в таком виде, эту пирамидку, и спрашиваете, а сколько в ней треугольников, из какого количества треугольников она состоит. Суть в том, что вы показываете вот ребенку вот в таком виде, эту пирамидку, и спрашиваете, а сколько в ней треугольников, из какого количества треугольников она состоит. И ребенок интуитивно считает стороны, что раз, два, три, сколько там, раз, два, три, четыре, да, и говорит, четыре, вот, четыре. А он состоит из двух плоских треугольников. Вот. И это как бы обратная задача к тому, что, когда Рушана сначала рисовала вот эту всю штуку, два треугольника друг в друге, а потом сделала из них объемные. И вот получается такая вот задача. Конечно же, она для безнадежных гуманитариев или, ну, такая немножко, она не с подвохом, потому что, смотря как вы поставите на вопрос, если вы скажете, из скольких плоских, из какого количества плоских треугольников состоит вот эта фигура, и вот, то есть вот эта фигура, да, вот эта фигура, из какого количества плоских треугольников состоит. И я думаю, что и взрослые тоже растеряются, потому что есть соблазн считать вот так, или вот по количеству сторон, которые мы видим, да, четыре, такая аберрация зрения, иллюзия. А вот подумать, что это вот так было сделано, наверное, математик каждый скажет, а я нет. Честно, мне надо будет крепко задуматься, чтобы вообще подумать о том, а что там внутри, как это складывали, и по сути нужно проделать вот эту обратную операцию. Спасибо за внимание. У нас сейчас идет марафон в группе «Математика великая и ужасная». Нас уже 36 тысяч. Наша книга «Снейлитвак» скоро переиздается. Марафон ведет традиционно уже четвертый год Рушана Смирнова. И после того, как марафон завершится, будет такой курс «Хитрый родитель. Как помогать детям делать уроки по математике, по литературе и прочее». Очень-очень интересно. Для родителей математика будет для родителей гуманитариев. Так что не пропустите математики, родители не допускаются, они сами знают. А вот для родителей гуманитариев, а для математиков родителей будет другой курс, как помогать детям с литературой. Читать, понимать, хотеть читать. Это Инна Федорова будет вести. Мы все объявим. Сейчас пока попробуйте проэкспериментировать. Покажите кому-нибудь вот такую фигуру с вопросом, из какого количества плоских треугольников она состоит.